Китайская керамическая точилка Ничего нету, в сторону. А вот и сама точилка. Ну, честно написано, что сделано в Китае. Кстати говоря, я даже не ожидал, что будет упаковка. Упаковки на странице продавца не было заявлено. Ну вот, всё, что написано. Ладно, давайте посмотрим, что внутри. Угу. Так. Понятно. Пупульки наши любимые. И в них у нас упакована сама точилка. Точнее, просто керамический стержень, который выполняет функцию точилки. Ну, первое, что бросается в глаза, точнее, на ощупь бросается, это очень мелкая зернистость. Очень мелкая зернистость. И при этом такая увесистая. Давайте покажу поближе. Цвет, насколько я понимаю, камера передаёт совершенно неправильно. Он такой светло-бордовый, что ли. Ну, дефектов я не вижу. Вроде бы всё без дефектов. Гладенький. Ну и, скорее всего, довольно ровный. Давайте линейку возьмём. Ну да, вроде даже ровный. Ну что, попробую я эту точилку в деле попробую. И потом коротко изложу своё мнение о ней. А, да, ещё одно замечание. Здесь, по-моему, даже врать не буду. Короче говоря, у продавца есть несколько вариантов этой точилки. Они все одинаковые в длину, но они все разные в диаметре. Просто мне кто-то уже задавал неоднократно вопрос, чем точить серейтеры. Ну вот, например, взять подобного рода точилку, но с меньшим диаметром. Она вполне подойдёт для заточки серейтера. Ну а эту точилку я брал для заточки обычных ножей. Точнее, даже не для заточки, потому что здесь слишком мелкое зерно для заточки. Скорее, даже для правки ножей. Вот. Поправлю себя так вот. А теперь давайте за камерой попробую в деле. Работает, не работает. И скажу своё мнение. Нашёл убитый кухонный нож. И постарался его заточить до состояния, по крайней мере, уверенного реза бумаги. У меня это получилось, причём довольно быстро, а этого я даже не ожидал. Хотя зерно мелкое, но пока он свежий, не засорился ещё металлической пылью. Так вот, он сейчас металл пока свежий снимает очень даже шустро. Тут даже это видно, кстати. И что очень меня радует, керамический стерженёк этот оказался довольно прочным. Он не посыпался, как иногда это бывает с дешёвыми китайскими точилками. Это очень радует, на самом деле. В принципе, я присоединяюсь к положительным отзывам. На этот товар довольно много отзывов, в том числе и положительных. Согласен. Для того, чтобы поправить нож, очень даже хорошая штука. Но если нож очень сильно убит, то есть там какие-то зазубрины, вмятины, ну, конечно, вы этой точилкой просто будете по несколько часов перетачивать такой нож. Слишком мелкое зерно для заточки совершенно убитых ножей. А вот для того, чтобы поправить подсевшую заточку, вполне подойдёт. Ссылка будет под видео, если есть вопросы, постараюсь ответить. И пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok